Желаю выразить свою великую любовь к Нему. С этой же целью так поступил и Христос. Будем же отходить от этой трапезы, как львы, дышащие огнём, страшные для дьявола, помышляя о нашей главе и о той любви, какую Он показал к нам. Часто родители дают детей своих на скормление другим. А я, говорит Спаситель, не так, но питаю вас в своею плотью. Самого себя предлагаю вам, желая, чтобы все вы были благородны и подавая вам благие надежды на будущее. Кто отдал вам самого себя здесь, тот, кто тем более, сделает для вас там. Я вас хотел быть вашим братом. Я для вас приобщился в плоти и крови. И эту плоть и кровь, через которую я сроднился с вами, я опять преподаю вам. Эта кровь придает нам вид, светущий и царский, рождает красоту неизобразимую, не дает увидеть благородство души, непрестанно напаяя ее и питая. Наша кровь, образующая из пищи, не вдруг становится кровью, но сначала бывает чем-то другим. А эта кровь не так. Но тотчас же напаяет душу и сообщает ей некую великую силу. Эта кровь, достойно принимаемая, отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов. Призывает же к нам ангелов и владыку ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь. И ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте эта кровь, омыла всю вселенную. Страшный поистине таинство церкви, страшен поистине жертвенник. Из рая выходил источник, изливающий чувственные реки. От этой же трапезы происходит источник, изводящий реки духовные. При этом источники наслежены не ивы, бесплодные, но дерева, достигающие до самого неба и приносящие плод, всегда спелый и никогда не увядающий. Если кто томится от зноя, пусть идет к этому источнику и прохладит свой жар, потому что этот источник уничтожит засуху и освежает все попаленное. Попаленное не солнцем, а раскаленными стрелами дьявола. Его начало свыше, и истоки вот там же, и оттуда он проливается. У этого источника много потоков, которые изводит утешитель, и посредником при этом бывает сын, не заступом прокладывая им дорогу, но отверзая в нас расположение. Этот источник есть источник света, изливающий лучи истины. Точно такое же еще гораздо большее действие производит и здесь на душу продлежащие тайны. Сильнее огня кипит и стремится эта река, но не сжигает, а только ощущает все, чего касается. Эта кровь древле была прообразована на жертвенниках и заклания определенных законам. Она есть сына вселенной. Ею Христос купил церковь, ею он всю ее украсил. Как тот, кто покупает слух, дает за них золото, и потому, желая их украсить, украшает золотом, так и Христос. И купил нас кровью, и украсил кровью. Приобщающиеся к этой крови стоят вместе с ангелами, архангелами и горними силами. Обличенные в царскую одежду Христову, имея духовное оружие. Но этим я еще не сказал ничего великого. Они бывают обличены в самого царя. Но насколько великое и чудное это таинство, настолько же верно и то, что если приступишь к нему чистотой, приступишь ко спасению, а если же с совестью лукавую, в наказание и мучение. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Благодарю тебе, Господи Боже мой, что ты не ответил мне грешника, но удостоил меня приобщить со святынь твоей. Благодарю тебя, что меня недостойно причаститься, причистить твои небесных дорог ты удостоил, но, владыка, чернолюбие, ради нас, умершие, воскресшие, даровавшие нам эти страшные, растворящие твои таинства, благодеяния, освящения, души, тел наши. Сделай, чтобы они были мне в исцелении души и тела, в отражении всякого врага, в освящении чьей сердце, в него мир, в душевных моих сил, веру, в обдул любовь, ницу нервную, в исполнении мудрости, в соблюдении заповедей твоих, умножения божественной, твоей благодати, твоего царства, приобретения, чтобы сохраняемый имя в освящении твоем. Я всегда помнил милость твою и жил уже не для себя, но для тебя, нашего владыки благодетеля. И таким образом, уйдя из дешней жизни, в надежде на жизнь вечную, достиг к месту вечного покоя, день и пристанный глаз, празднующих и бесконечных наслаждений, обирающих на несказанную красоту у лица твоего. Ибо ты истинна, цель стремления, неизъяснима радость, любящих тебя, Христе Божий наш, и тебя успевает все творение вовеки. Аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков, Создатель всего мира, благодарю тебя за все блага, которые ты дал мне за причащение, причисто хорстворящие твои тайны. Молю за тебя, благое человек, о любви, и сохрани меня под кром твоим усени крыльях твоих. И дарю мне чистую совесть и до последнего моего вздоха достойно причащается святынь твоих. Прощение грехов и жизнь вечную, ибо ты хлеб жизни источника свечения подателем благ. И тебе славу высылаем со Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давши пищу мне плотную добровольную ты огонь, сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшим членом тела, мегово сердцу, суставы во внутренности, в сердце, сроги стене всех моих согрешений. Душу очисти, освети мысли, колени утверди, с костями вместе, просвети пять главных чувств. Всего меня пригвозди страхом пред тобою, всегда защищай, храняй, береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, мывай, устрояй меня, украшай, разумляй и просвещай меня. Яви меня твоей обители единогодухой, уже не обителю греха, чтобы убежали от меня по принятии причастия всякий злодей, всякая страсть как от дома твоего, как от огня. Хода ты имя за себя я тебе представляю всех святых начальников поинств бесплотных претечу твоего мудрых апостолов и сверхих твою непорочную чистую мать и прими их молитвы милосердный Христос мой сыном света соделает твоего служителя. Ибо ты единый благое освящение, а также сияние душ наших и тебе как подобает Богу и Владыке всем и славу высылаем каждый день. Тел твое святой Господи Иисусе Христе Божий на наш, да будет мне жизнь вечную кровь твоя драгоценная прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие твое сподоби мне грешника стать справа от славы твоей по ходатайствам все чистые твои матери и всех твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица Света мраченной моей души и надежда по кровь прибежище утешения радость моя. Благодарю тебя, что ты сподобила меня, недостойно стать причастником причистого тела и драгоценной крови сына твоего но родивший истинный свет просвети духовное чьи сердце моего источник бессмертия родивший живи меня умершленного грехом. Милости у Бога любящей милосердия Матерь помилуй меня и дай мне умиление сокрушение в сердце моих и смирение мыслях моих и призвание к помыслам добрым когда пленит бывает разумно и удостой меня до последнего моего с долга не в осуждение принимай святение причистой таяц тебе в сене жизни моей ибо ты благословенный прославленного веки аминь и не отпущаешь рабаты голодых по поглогову твоему смею в мековиде совочин и спасение твое ежи и всюготол предлицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля святые божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас святые божьи святые крепкие святые бессмертные помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и приисны и вовеки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашу, Владыка, прости и беззаконие наше. Свясти и посети исцеление мощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и приисны и вовеки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь, и на небесе, и да светится имя Твое, да Триде, Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, ляжь на дни, и оставь нам долги наши, яко жизнь, и мы оставляем должником нашей. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука вагон. Яко Твое, Царство, си...